Всем привет, я Дарья Кей, и сегодня я буду говорить о гигиене в чемоданчике изожиста. Я могу привести кучу примеров, где я сталкивалась с несоблюдением гигиены лично установленных мной каких-то рамок. Может быть они завышены, может быть для кого-то они даже занижены, может быть кто-то соблюдает гигиену еще больше, и это респект. Сегодня я расскажу, как я соблюдаю гигиену и какой уровень я бы хотела, чтобы был у наших визажистов. Я не говорю, что все не соблюдают гигиену, но бывают случаи, когда ты сталкиваешься с этим, и это довольно неприятно. Если начинать сначала, то я бы хотела поговорить о гигиене рук. Во-первых, на них не должно быть никаких порезов, если даже они случились, то наверное нужен какой-то мелькопластырь. О, боже мой, не знаю, клей для порезов. Я тут смотрела истории Элли Галиулина, и короче, там ее коллеги нашли ликопластырь в еде. Они купили у нас в Мегаблине вроде бы гречку, и представляете, они открывают эту гречку, а там ликопластырь. Лучше просто все делать в перчатках. Не должно быть никаких кожных заболеваний. Мне кажется, у каждого визажиста должна быть медкнижка, кстати, сейчас. У меня она есть. Конечно, медкнижка это не гарант того, что визажист как бы ничем не болеет. Руки обязательно должны быть чистые, помытые либо с мылом, либо с дезинфектром. А лучше и другое. Мне кажется, что нужно помыть руки с мылом, потом прийти к клиенту и как бы так немножко показательно продезинфицировать их. Это нужно для успокоения, наверное, бывшего клиента и, естественно, для дезинфекции. Вторые наши руки это кисти. Они должны быть, естественно, абсолютно продезинфицированы и супер чистые. Вот говорят, что, к примеру, кисти из натурального борса не нужно, точнее нельзя обрабатывать спирт содержащими очистителями. Ну, на самом деле, я не согласна с этим. Потому что даже вот эти очистители на маслах супер, они такие деликатные. Или некоторые просто очищают кисти шампунями. Но это, мне кажется, неправильно. И нужно очищать, дезинфицировать кисти как можно жестче. Не бояться за их жизнь. Кисти можно купить новые, а здоровье у нас одно. Для кистей я использую очиститель от Valeride. Либо я использовала, мне также нравился очиститель, но он немного сильно было бы ароматизирован. Киститель от Cinema Secret такой синий. Ну, тоже неплохой очиститель. Мне нравился он такой ядреный. Я люблю ядреные очистители. От Valeride покупаю очиститель. У них такая вот сейчас прикольная ванночка. Он продается у нас в Пальмире, в Кургане. Ну, в Москве, я думаю, тоже, естественно, продается. В общем, либо можно заказать в интернете на пудре. Есть очиститель Cinema Secret, которым я тоже периодически пользуюсь. Его состав диетиловый эфир и запропиловый спирт. Вот так. Также не нужно забывать про спонжи. Спонжи нужно проходиться не только мылом, их мыть. Их еще нужно дезинфицировать спиртом. Но я не делаю это средством для очищения кистей. Я делаю... Это вообще-то как бы такая ядреная вещь. Я так свой бьюти-блендер раскрошила один. Опустила его... Ну, точнее, промокнула его в средство для очищения кистей. Для дезинфекции спонжиков я использую Eco Breeze. Это антисептик, он хирургический. И мне нравится, что им можно обрабатывать даже кожу. То есть, допустим, я переливаю его вот в такой вот отпылитель. И не покупаю, к примеру, вот эти гелевые, которые продаются в супермаркетах. Антисептики для рук. Я просто могу вот так сбрызнуть. Ой. Растереть. И руки у меня, естественно, еще перед этим хпомоем мылом чистые. Я могу переходить к макияжу. Это средство также я распыляю на рабочее место. Перед тем, как начинаю делать макияж, протираю все либо ватными дисками, либо салфетками какими-то. Короче, тем, что у меня есть под рукой. Ну, в общем, пока мне это средство нравится. Также можно, оно, по крайней мере, не воняет никаким там хлоркой, а также убивает тут кучу всего. И нужно выдержку одну минуту делать. Также им можно обрабатывать кисти. Дополнительно я иногда это тоже делаю. Не знаю, мне кажется, если его можно наносить на руки, оно не такое уж и вредное. Хотя, кто знает. Состав изопропанол. Кстати, а тут какой состав? Детиловый. О, тут вот, кстати, состав очистителей для кистей. Изопропиловый спирт. И вот в этом очистителе первое идет изопропанол, комплекс час, а также увлажняющие и другие вспомогательные компоненты. Видите, какое хорошее средство. Им я запасаюсь, как видите. Естественно, нужно иметь ватные диски одноразовые, но об этом я уже даже могу не говорить, и ватные палочки. Ой, а вот сейчас пойдет самое печальное. Я вам хочу сказать, что наш визажист бедный. Они не могут себе купить одноразовые кисточки для ресниц, поэтому красят все ресницы одной тушью. Ну, это еще и неудобно, и все такое, но блин, блин просто. Когда я хожу моделью, просто никто, просто никто еще меня, по-моему, на моей памяти, не накрасил одноразовой такой кисточкой. Эти кисточки на Алиэкспресс стоят 100 рублей. То есть примерно, если одну кисточку использовать на одного человека, это рубль на человека. Мне кажется, что лучше плохо прокрасить ресницы, чем просто даже испытывать чувство отвращения от того, что всех красят одной тушью. Много слышала мнений, что говорят, что клещи ресничные, они в туши не разводятся. Также я проходила, когда делала медкнижку Sun Minimum, вот последний раз, несколько дней назад, и спросила, говорю, может ли в туши завестись ресничный клещ, если пользоваться одной тушью на всех. Она говорит, ну, у него там плохая среда для обитания, ну, лучше вообще в таких делах использовать одноразовые аппликаторы. Также интересные вот такие вот аппликаторы для губ есть, для блесков одноразовые, также на Алиэкспресс. Всю косметику время от времени, особенно пудровые текстуры, в которых якобы не заводится никто. Я не говорю, что там кто-то заводится, но, блин, когда, допустим, вы красите кого-то с воспаленной проблемной кожей, макаетесь сюда кисточкой, ладно, вы кисточку потом выработали, но тут все равно как бы осталось это. Жир! Сало! Кожное! И я, естественно, беру вот этот антисептик, эко-бриз, и просто распыляю его на эти текстуры. Потом беру и прохожусь вокруг, беру остатки. Ну, тут хотя бы какая-то малейшая дезинфекция, но происходит. Нужно как можно чаще свои палетки, ручки, кисточки, баночки с тенями, потому что, когда вы перекладываете, допустим, даже косметику вечером, когда вы пришли, руки могут быть не такие чистые. Когда берете эту косметику, складываете эту косметику обратно, потом берете своими уже помытыми чистыми руками, обработанными в антисептике, берете эту баночку, которую вы дома грязными руками, допустим, положили в этот портфель, который собирали, чтобы пойти на работу, то, блин, весь смысл вот этих вымытых рук пропадает. Так что, блин, дезинфицируйте все вокруг, если вы работаете, особенно с кожей людей, не болейте. Надеюсь, что кто-то задумается после моего видео и начнет мыть руки. Самое смешное, что вот эти знания все, они мне пришли, когда я была моделью. То есть, я еще даже не была визажистом, но у меня уже все эти мысли были. Думала, блин, ну как так можно? Меня часто красили грязными кистями. Просто мне было как-то неловко сказать. Естественно, сейчас, если я вижу грязную кисть и она приближается ко мне, естественно, я скажу, помойте кисть. Очень часто модели ходят со своей тушью. Я не считаю это нормальным. У визажиста должна быть тушь, для которой используются одноразовые аппликаторы, чтобы модели, блин, не боялись и не таскали с собой свою тушь. Ну это вообще куда годно-то. Обращение к парикмахерам и мастерам-универсалам, которые делают и прическу, и красят людей. Пожалуйста, пожалуйста, обрабатывайте расчески. Это просто отдельная моя просьба. Распыляйте на расческу, ждете пару минут, и приступайте расчесывать людей. Подписывайтесь на мой инстаграм Дарья, нижнее подчеркивание, Акей, и Дарья, нижнее подчеркивание, Кей, нижнее подчеркивание, Муа. Там я выставляю свои работы и вообще просто всякие разные фотки. Так что подписывайтесь. А вам я желаю порядочных визажистов и до скорых встреч. Увидимся в следующих видео. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok